Друзья, всем привет! Меня зовут Раис, и это видео отчет о том, как прошла первая неделя нашего проекта «Большая тренировка реалити-шоу». В нем собраны воедино все дни, которые остались позади, вся первая неделя, с какими-то определенными речевыми ставками, в которых я буду пояснять происходящее. Я постараюсь их не сильно затягивать, но понимание процессов происходящих это вам значительно облегчит. Прошу вас не судить строго это видео в плане качества, потому что это первый мой такой опыт, в котором я пытаюсь совместить музыкальные какие-то вставки с речевыми вставками и все это собрать воедино. На самом деле достаточно сложный процесс, особенно когда не все пишется на мой телефон и не все в хронологическом порядке, расположилось изначально в моем телефоне, поэтому это было достаточно трудоемко, и я надеюсь, вы не будете судить меня строго и поддержите нас в нашем начинании. Поехали! Итак, как я уже говорил, проект будет длиться 8 недель, и первая неделя заканчивается завтра. На этой неделе что происходило? Большую часть вы увидите в видео, но о каких-то вещах я хочу дополнительно рассказать в этом видеоролике. Первое, что хочу сказать. На старте проекта в субботу прошлую, когда я подписывал первые договоры на участие, участников было всего 5, но так сложилось, что в течение последующих дней количество участников увеличилось до 8 человек, и теперь это уже набранная группа, набор закрыт, и следующий набор будет 15 марта. Соответственно, в ближайшие, оставшиеся, вернее, 7 недель мы полностью сконцентрируем свое внимание на тех участниках, которые есть, и постараемся принести максимальную пользу. Проект стартовал в понедельник, и первая тренировка была аквааэробика, то есть мы начинали в воде, мы начинали с более простого варианта, и посмотрите, как это все выглядело. Собственно, вот наши ребятки, мы с ними познакомимся попозже, а пока что дрянет Фалит Гальзианов, мастер спорта по плаванию, и заодно специалист по аквааэробике. ДИЕГО ЛАЙТЕ ДИЕГО ЛАЙТЕ Пока ребята купаются, немного расскажу еще раз о проекте. Наш проект длится 2 месяца, 8 недель, и наша задача за это время помочь ребятам максимально разограться с вопросами питания, и выстроить тренировочную дисциплину, выстроить тренировочный процесс, таким образом, чтобы через 2 месяца они уже скинут какой-то определенный вес, и спокойно продолжать тренировку самостоятельно, либо в рамках каких-то групповых программ, которые имеются в нашем клубе, либо в рамках тренажерного зала, потому что все упражнения, которые вы реализовываете, они будут применимы в любое время, и каждый из них может приходить и заниматься учреждением. Дим, у нас идет акваэробика сейчас. Как тебе вообще происходящее? По крайней мере, мне все нравится. Мужчины, наверное, тоже. Один мужчина, 5 женщин, мне кажется, мы в малине. Парит видно, что потеет, уже вспотел. Я сам на акваэробику не хожу, потому что не люблю, устаю. Потеешь? Я люблю прийти в зал, поваляться и уйти. Посмотреть на девочек. Это, возможно, тренер 2-го сезона нашей большой тренировки. Так что запоминайте. Я надеюсь, мы это не будем выкладывать. Голосуйте за него, это будет в видео, это будет добавлено. Я надеюсь, Раис не будет никуда это выкладывать, чтобы меня не позорили. Раис не будет. Ну что, Фарид? Как, на твой взгляд, как прошла первая тренировка? Я скажу, даже успешно все. Все хорошо отработали, все на 100%. Я доволен. Надеюсь, они тоже довольны. А сейчас мы их спросим. Да, мы их спросим, да, конечно. Вот. Все классно? Все, отлично. Пойдем спрашивать. Маленькое интервью. Как вам тренировка? Очень здорово. Легкая разминка, говорили они, да? Вы даже не вспотеете, говорили они. А в реальности? Ну, вообще все будет, все понравилось. Лясян, вам как? Все очень вкусно. С корабля на бал сразу получилось, да? С порога? Ну ладно. Я думаю, потихонечку потом разговоримся еще. Как вам тренировка? Первая тренировка? Это было прекрасно. Я думала, я умру посередине, но я выжил. Мы великолепны. Постарались. Мы постарались. Оставить живых. Спасибо вам большое за тренировку. Все прекрасно. Много всего впереди. Я тоже не помню. Вот этот сильный мужчина, который несет столько гантель. Как вам тренировка? Замечательно. Живой? Пошли сюда. Говорили разминка, да? Разминка, нормально. Зато согрелись. Да, согрелся, что-то согрелся. Вот так нормально. Все, иди греться в сауну тогда. Беги. Как? Как тренировочка первая прошла? Как впечатление? Супер. Очень зажигательный тренер. Спасибо. Стараемся. Поразовел, покраснел весь. Даже прямо, смотрите, красный. Просто хотелось. Еще драйва, еще драйва. Не устала? Понравилась. Да нет. Умеренно, нормально. Ну, вода, мне кажется, знакомая стихия, поэтому посмотрим, что завтра будет. Ооо. Завтра спиннинг. Да, завтра спиннинг. Завтра посмотрим. Не снимать. Ну, мы в конце так же, чуть-чуть, может в процессе немножко. Лучше в начале браздевать. Меня туда не пустят. Нет, безумно. Все. Да уж, ладно, не надо. Понято. Лично для меня, на самом деле, две сложности есть определенные в создании этого видео. Первое. Это я не могу присутствовать постоянно и везде. То есть, каждый день посещать тренировки и снимать их на свой телефон. Поэтому качество картинки тоже может немножечко меняться. Это первый момент. И второй момент. Мне сложно снимать во вторник, в тот день, когда я сам провожу тренировку, потому что с моего же телефона идет музыка во время тренировок. Поэтому, наверное, самая короткая часть этого видео это будет видео со вторничной тренировки. У нас был функциональный спиннинг. Как это приблизительно выглядит, вы можете сейчас посмотреть в течение следующей минуты. Субтитры сделал DimaTorzok Играет музыка. В первую среду проекта у наших участников была лекция по питанию. И следующий блог будет как раз повествовать об этом. При этом участники не знали, что их идет один сюрприз. Честно говоря, мы еще и сами узнали об этом только в тот день, когда я делал это объявление. То есть, день лекции в среду. Какой сюрприз. Смотрите дальше. Сегодня у наших участников лекция по питанию. И давайте посмотрим, заглянем туда, что там происходит. Кабинет диагностики, в котором проходит лекция. И, собственно, давайте постучимся. И посмотрим, что тут происходит. Что тут происходит. Здравствуйте. Мы отцу шла. Дошли до ужина. А где он? Где ужин? Лужин? Вот его ты мы сделали. Если вы этот фарш делаете сами, то приготовьте его сами. Все, что сделано собственными руками, это только хорошо. Я так понимаю, что самовольство переработано, оно менее полезно. Менее полезно? Да. Но оно вечером у вас лучше усвоится, чем волокнистое мясо. Поэтому, естественно, если вы там в котлетку добавите булочку, молочка и все-таки, ну, это уже будет другой продукт. Да, а так вполне даже может быть. Готовы сами себе сладкие. Дело в том, что если взять нас с вами химик, да, и мы сможем. Мы стараемся с вами сейчас использовать питание, как используйте диагностику. Смех, физическим университетом, чтобы не поднимать высоко уровень сахара в крови, инсулин в исходе, да, чтобы не подниматься. Чтобы наши с вами запасы включились в работу, обеспечивали организм и энергии. А мы с вами будем создавать эти дефицитеты. Ой, важное. Просто хочу, чтобы все это впечатлилось. Вот. Как бы у нас есть такой для этого сезон, не знаю, как будет со следующими, но вот в вашем наборе точно, во всяком случае, есть приятный бонус. А? Практически кэшбэк. Практически кэшбэк, можно сказать, такой сейчас, да, у вас будет шикарный. Вот. В общем, смотрите, три дня. Пятницу, субботу и воскресенье вас бесплатно будут кормить наши партнеры компании Magic Meal. Их рационы вы могли видеть у меня в сторис, может быть, там вчера и сегодня, да, то есть два дня я уже питаюсь, собственно, их наборами. Вот. Очень удобный сервис. С вечером вам, завтра вечером уже все привезут, с вечера питание на следующий день. То есть полный набор, завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, то есть полный набор пищи. И единственное, мне нужно будет, ну, это мы с Олей, наверное, как бы по калориям прописать, да, то есть им как бы заявку, когда буду отправлять, чтобы они вам прям вот по рассчитанной на вас калораж, вам подготовили и привезли. Вот. Созваниваться с вами будут накануне они, то есть уточнять время и адрес доставки. И, собственно, три дня, пятница, суббота и воскресенье самые такие соблазнительные дни. У вас будет очень хорошая возможность войти вот в эту колею, в режим, во все то, что Ольга сегодня рассказывала. А понедельник будет взвешиваться? В понедельник, да, в понедельник перед тренировкой в раздевалке взвешиваетесь, фотографируете весы и присылаете либо в личку, либо в чат. С утра, само собой, как бы у нас в рамках челленджа все это идет, с телеграм так и присылаете, да. Там не фотография, а просто цифры, а вечером фотографию с весов. Вот. Рады? Как вы тоже узнали в конце предыдущего видео, у нас появился партнер, которому мы очень рады. Это сервис по доставке готовой еды, правильного питания, здорового питания. Magic Meal Казань. Спасибо большое ребятам за то, что поддержали наш проект, за то, что порадовали наших участников, потому что правильный старт, когда у тебя все взвешено, когда у тебя все размерено, начинает формировать правильные привычки. И спасибо ребятам из Magic Meal. Ссылку оставляю здесь внизу, которые с нами запартнерились. В четверг ребят ждал кросс-тренинг. И мой коллега Айну Рахмет Набиев лучший специалист в этом деле во всей нашей сети. Не скажу, что это удалось ребятам как-то легко, но об этом они еще попозже сами будут рассказывать в серии интервью, которые мы будем снимать с ними после второй недели, либо уже в рамках этой недели предстоящей. Но на мой взгляд, судя по тому видео, которое будет дальше, то, что я видел сам, ребята справились блестяще, у них все получилось, и меня это порадовало. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок И, наконец, в пятницу их ждала круговая тренировка с Булатом Гафаровым. Тоже коротенький видеоролик будет, потому что круговая подразумевает повторяющиеся упражнения в той или иной последовательности. И здесь, в общем-то, по маленькому видео станет сразу понятно, чем занимались ребята на круговой тренировке. Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Кто наберет больше всего баллов в течение восьми недель, того ожидает еще один бонус, еще один сюрприз в конце проекта. Ну что ж, вот вкратце и все по первой неделе, я очень постараюсь в следующий раз отписывать все стендапы и все вот эти вот речевые вставки не дома, как я это делаю сейчас, а постараюсь сделать это в более красивой, более подходящей для этого обстановке и интерьере. Увидимся через неделю в следующем выпуске, делитесь этим выпуском с друзьями, смотрите сами, будем рады новым подписчикам как на канале, так и в Instagram, болейте за участников, поддерживайте их, можете выбирать себе фаворитов, вполне возможно, что у нас будет приз зрительских симпатий и кому его вручить, будете решать.